Добрый день любители радиоуправляемых моделей. В сегодняшних советах моделистов поговорим о том, как сделать кок винта для радиоуправляемого самолета. Конечно вариантов изготовления кока довольно много, но мне в последнее время нравится один из этих вариантов. Для изготовления кока нам понадобится два кусочка толстого пенопласта, в моем случае это пеноплекс 20 миллиметров, но это уже в зависимости от самой модели какой нужен размер кока. Такой размер выбирайте и пенопласт. Также нам понадобится крышечка от банки сока и соответственно ответная резьбовая часть этой крышечки. Изнутри в крышке нужно убрать все выступающие части. Вот здесь например были зубцы, их пришлось срезать. Точно также от ответной части срезается плоская часть, которая приклеивалась к самой банке. Остается вот такой цилиндр с наружной резьбой и сама крышка. По центру которой просверлено отверстие, по диаметру адаптера винта. В качестве адаптера у нас используется такая вот цанга. Вот стандартная цанга, которая идет с моторами 2212 с Алиэкспресс. Такая она небольшого размера и далеко не всегда бывает ровная, надо сказать. Тем не менее для самолетов ее вполне достаточно. В одной из заготовок я уже прорезал отверстие по диаметру пробки. Как видите, довольно плотно в это отверстие входит. Ну а нам сейчас нужно закрепить на адаптере пробку, но на расстоянии от основания. На таком же, сколько у нас оставляет ступица винта. Конечно, хорошо бы сделать шайбу по размеру пробки, но если желания возиться нет и хочется сделать побыстрее, то очень хорошо использовать вот такие колечки-адаптеры от пропеллеров. Не от таких, конечно, от несколько других винтов, но обычно их остается много и лежат они мертвым грузом. Если у вас нет в наличии вот таких колец адаптеров, то можете применить практически любые шайбы. Можно, по сути дела, даже из пенопласта кусок вырезать, хотя, конечно, пенопласт будет сминаться. В общем, выход найти бывает не так сложно. Сейчас из этих колечек там нужно набрать стопочку, чтобы она составила такую же толщину, как ступица винта. Сейчас прикинем, три кольца мало, надо еще четвертое было добавить. Если кольца попадаются с большим внутренним диаметром, в данном случае страшного ничего нет. Здесь центровка пока еще роли не играет. Вот, одеваем четыре кольца. Они у нас как раз составляют ту же самую толщину, что и ступица винта. Видите, вровень вышли. Ну и поверх устанавливаем крышку. Так, ну, отверстия у меня чуть-чуть маловато, надо немножечко расточить. Кстати, такой тонкий пластик сверлом рассверлить порой бывает довольно трудно. Иногда приходится потом дорабатывать ножом. Но не перестарайтесь, чтобы отверстие не разбить, чтобы пробка устанавливалась точно по центру. Лучше пускай немножечко в натяг идет. Как в моем случае по резьбе. Ну и сейчас вот эту конструкцию нужно установить на модель. В качестве подопытного сегодня у нас будет мистер Шмидтс-109. И на вал двигателя нужно будет установить цангу вместе с пробкой. Чуть-чуть ослаблю сейчас. Пупочка, конечно, проворачивается. Надо закинуть. Ну, все. Держится уже достаточно надежно. Сразу же нужно проверить, чтобы не было больших перекосов. Как видите, колечки немножко расползлись, поэтому биение появляется. Вот основное биение убрали. И сейчас приклеиваем пенопласт. Удобнее, конечно, делать это не на модели. Предварительно сняв адаптер. Внутрь основания будущего кока наносим небольшое количество клея. В моем случае термоклей. Можно использовать клей для потолочной плитки. И вклеиваем пробку на место. Сейчас сразу примерим по месту, как ставится у нас на модель, чтобы не задевал. Вот, как видите, зазор остается нормальный. То есть, сейчас ждем, пока клей маленько схватится. За это время сломим цангу. И устанавливаем заготовку кока на модель. Если проворачивается, то, возможно, придется придержать сам двигатель. Конечно, если к нему есть доступ. При затягивании пропеллера, конечно, можно будет держать за лопасти винта. Но сейчас пока сильно затянуть не получается. Но, тем не менее, заготовка кока у нас вращается. Нигде ничего не задевает. Ну, теперь заворачиваем ответную часть пробки. Можно не до конца, не до упора, скажем, на пол оборота открутить. И делаем разметку на второй половине нашей заготовки. Вот, как видите, продавилось кольцо. Кольцо. Его сейчас немножечко углублю. И если адаптер у вас вот такой конусный, то под него также нужно будет сделать вырез. Еще раз прижимаем. Все нормально. Если до конца тянуть, то прижмется плотно. Ну, и вот эту резьбовую часть тоже можно вклеивать. Горлышко от банки вдавили. Смотрим, чтобы оно встало ровно, без перекосов. Ну, и попробуем завернуть. Все нормально держится. Все, заготовка кока у нас сделана. И сейчас начинаем ее обрабатывать. Для таких узконосых моделей довольно удобно бывает обрабатывать кок прямо на самой модели. То есть, вот устанавливаете модель и примерно по размеру капота излишки обрезаете. Пока, конечно, лучше обрезать с некоторым запасом. Ну, что ж, получается вот такая вот заготовка. Довольно пока грубо обработанная. Так же, чтобы в дальнейшем много не шкурить, не разводить пыль, можно слегка ножом кок скруглить, придать ему более правильную уже форму. Что ж, вот получается такая заготовка. Ну, а дальнейшая обработка уже производится при помощи шкурки. Сейчас подключим двигатель. Кабину пока можно прикрыть, чтобы пыль внутрь модели не попадала. Ну, теперь запускаем мотор на средних оборотах и аккуратным бруском со шкуркой обтачиваем наш кок. КОНЕЦ Предварительную обработку сделали. Останавливаем мотор и смотрим, где еще надо доточить. Немножечко тут перестарался, конечно, когда срезал. Особо страшного ничего нет. Сейчас доработаю. Еще одна проверка. Чуть-чуть осталось недоточено. Уже практически вывели. КОНЕЦ 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 По большому счету сам кок у нас уже готов. Сейчас уберем маленько пыль. Еще немножечко. Пожалуй, стоит доработать. Чуть-чуть укоротить надо. Так, если требуется отрезать небольшой кусочек пенопласта, то удобно воспользоваться ножом. И вот так, как резцент токарного станка, излишки убираются. Что ж, кок выточили. Сейчас переднюю часть аккуратно отворачиваем. Помним, что проточенный пеноплекс довольно легко сминается. И аккуратно снимаем сам адаптер. Так как адаптер был слабо закручен, он проворачивался. Немножко нагрелся даже. Все, теперь колечки можно убрать. Они уже нам не понадобятся. Ну и сейчас берем наш пропеллер и делаем прорези под сами лопасти. Аккуратно позиционируем этот пропеллер по центру. И делаем разметку. Можно расчертить ручкой, можно просто ножом сделать царапинки. По передней и по задней кромке лопастей. Если винт трех лопастей, соответственно, делайте три прорези. Вот получилась такая разметка. Там, где шла передняя кромка, там прорезать нужно поглубже. Для нашего конкретного винта практически до самой пробки. Для других винтов может быть не такая глубокая прорезь будет. Или наоборот, придется побольше сделать. Это уже смотрите по месту. И по наличию того или иного пропеллера. От задней кромки аккуратно срезаем наискосок. Клей немножко мешает. Многовато я его налил. Так что с клеем можете быть поосторожнее. С другой стороны, достаточно большой запас клея. Клей хорошо удерживает саму крышечку. Она не болтается. Не качается. Еще чуть-чуть растечу отверстие. Чтобы легче было устанавливать кок. Все. Адаптер входит свободно. Не заклинивает. Примеряем на место винт. Практически нормально. Чуть-чуть нужно доработать. Внутреннюю сторону. Как раз этот клей, который упирается. Он же мешает установить винт на место. Ну вот теперь, как видите, лопасть встает ровно, довольно плотно. То же самое практически и со второй стороны. Все. В таком виде кок можно ставить на модель. По крайней мере, для предварительной примерки. Закручиваем носовую часть. Ну и вот так кок смотрится на нашей модели. Остается сейчас его покрасить. По возможности обтянуть чем-нибудь, чтобы был покрепче. Но с другой стороны, если оставить кок чисто пенопластовым, он будет работать как бампер. При небольших авариях сам кок мнется, но не дает сминаться носовой части самолета. Так что, это тоже довольно хорошо. Вот таким вот нехитрым способом можно сделать кок практически на любую модель. Любой формы, практически любых размеров. Естественно, если у вас модель большая, и кок также приходится делать большого размера, уже использовать надо будет не слабенькую крышечку от банки сока, а что-то посерьезнее. Но принцип тот же. Сильно отличаться не будет. Можно, например, использовать горлышко от пластиковой бутылки. Там пробки помощнее. Но для такой модели вот банка сока хороший донор цепчастей для подобных деталей. Также в рамках советов к моделистам ближе к осени у нас начинается еще один проект. Будем собирать тренировочный самолет Як-12, но в несколько ином формате. Не так вот, как показываем нынешние модели, а все шаги по отдельности. То есть, от склейки чертежа, от вырезания шаблонов, до сборки модели, покраски и полета. Каждый шаг к отдельным видеоурокам. К нам сейчас присоединяется довольно много новичков, кто впервые начинает собирать модель самолета, впервые берет в руки передатчик. Вот как раз такие короткие, но подробные видеоуроки, я думаю, вам помогут войти в наше хобби. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Делитесь этим видео в соцсетях, ссылки на них вы найдете в описании, внизу под видеороликом. До новых встреч, друзья, пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!